Прошла неделька, я снова на реке. На реке, на океане, на том же месте. Жду магических чисел по времени. Магические числа в прошлый раз сработали, это было 14-13, сейчас пока 13-30. То есть почти 45 минут осталось до вот этого знака момента. Если, как говорится, ничего не случится, значит это было просто дело случилось. В принципе, эту рыбу я уже наловил. Единственное, был обидный сход. И потому, ну блин, здесь у меня обычная удочка доходяжная стоит, на нее клюнул конкретный кабанчик. Где-то по 2 килограмма. Ну естественно, не смог я этой доходяжной удочки вытащить, вытянуть. Вот здесь вот возле садка ушел он. Вот, вот, клюет. Попробую сейчас показать. Правда, не на что поставить телефон. Вдруг подходит время, как раз к 2 часам. Я заметил, утром я наловил малышей. Ну вот таких вот. Грамм по 200-250. Я их, естественно, буду отпускать. А вот уже к обеду подтянулись пластички. Там у меня новый монтаж. Такой смешной. Обычно его используют на стоячей воде. Ну я добавил просто груз и сделал глухой монтаж. На пружинку. Так, не хочет он. А нет, вот он, вот он, вот он, вот он клюет. Сейчас он, наверное, возьмет. А, уже взял. Паскишил. Вот такой вот монтаж. И он сегодня отловил неплохо. Фух. Капец, друзья, вы не поверите. Но это случилось ровно в 2 часа. Понятно, что не 14-13, но 14-00. Также 3 удочки. Вот этот спиннинг. Вот они у меня 2 стоят. Вот. И вот тот крокодил. Не крайний, а вот этот ближний. И то я его первый сразу закинул. Пошел идти настраивайте опять. Поклевка опять достал. Подлечка маленькая, но сразу отпустил. А так 2 больших слона. И на спиннинг, на этот черный, и на крокодил. Ну вот он как раз. Кверху пузом плавает. Буянил тут. Осталось как раз где-то на 2 заброса корма. Вот я закинул и буду собираться уже. Сегодня отловились очень хорошо вот такие вот модели кормушек. Это у меня с такими зацепками, как бы с грунтозацепами, с шипами. А на тех удочках стоят такие же, только без вот этих вот наплавлений. В принципе, я заметил, что именно вот это вот ловит лучше. Во-первых, она сразу становится. А во-вторых, у нее просвет есть. Вот здесь. И когда корм вымывается, он вымывает прямо на крючки. И крючки, соответственно, там с прикормкой вот так вот тоже оболтаются по течению, соответственно, и выходит вот сюда корм. То есть вот на эту кормушку я сегодня самую, или прошлую рыбалку, и на эту рыбалку бы самую большую рыбу поймал. И самую, как говорится, большую, будем так говорить. Делается она очень просто. Ну, понятно, надо форму. Я форму делал в обычной деревяшке. Проволока это у меня электроды 1,6. Оббил их просто. Ну, старые у меня электроды завалялись. Проволока здесь 1,3 на этих электродах. Поэтому она очень крепкая, ее трамбуешь очень хорошо. И она долго лежит. Плюс очень, как бы, кормоемка. Сама кормушка. Но очень, как бы, узкие между ними пространства, между проволокой. И поэтому она достаточно долго стоит. Не быстро вымывается. А корм вот такой вот, достаточно сыпучий. А то у нас тут гонщики эти задолбали ездить на мотоциклах. В принципе, они, конечно, немножко там будят рыбу. А начинают там ходить туда-сюда. И иногда после вот этих выдвижений происходит поклевка. Залог успешной рыбалки. Ну, понятно, что это надо, как бы, с кормом угадать. Но тут особо угадывать нечего, да, когда обычно лето. Пшенная каша. Вот. Вот я добавляю еще отработанный кофе молотый, натуральный. Ну, и немаловажно, естественно, насадки. Вот. Ну, сало, пенопласт, опарыш – это, как бы, стандартный вариант. А сегодня вкусовые предпочтения у рыбы были таки смешные. Просто реально смешные. То есть, насаживал изюм, потом сало с перцем черным. Причем, первый раз у меня на рыбалке работает сало с перцем. Оно у меня с прошлого года. Все такое пахнет оно, конечно, конкретно. Вот. И еще брызгаю шоколадом. То есть, изюм, сало с перцем и брызгаю шоколадом. Поклевки просто сумасшедшие. Ну, правда, вот предпочтение, я же говорю, кормушки. Вот только вот, не то, что только. Такие вот модели. Потому что я ставил похожие. Вот они у меня. Вот тоже есть такие большие корма. По типу тверских вот я сделал. Вот. И вот на это слабо клюет. На это сегодня вообще не клевали. Хотя были рыбалки. Ну, в основном, я думаю, что август месяц будет. И вот такие вот пойдут. Пока вот жара, июль. Пока вот рыба предпочитает вот эту модель. Забыл сказать. Вес кормушки 180 грамм. Ну, потому что здесь сильное течение сносит постоянно. Вот. Я уже сейчас насадил, как бы и буду закидывать. Если кто подумает, что будет зацепляться при забросе поводки. То есть, ну да. Крючки вот за вот эти вот. Это говорит, два зуба. Нет, не буду. Сейчас я забью кормушку и покажу, как она выглядит. Ну, вот так кормушка выглядит, наверное, набитая. Да. Вот. И, соответственно, я набиваю корм тоже между самой кормушкой. Между вот этими проволочками. Да. И вот этими вот шипами. Поэтому, когда, допустим, летит, они же, получается, кормушка летит вперед, а поводки, они вот так вот болтаются. Но все равно они не застреют, здесь нигде не зацепляются. Они так же падают, как бы, на дно. Вот. И потом корм вот этот вот выходит сразу же сюда на поводки. Бывает такое, что я только забросил, и через пять минут поклевка. Я достаю, она еще и наполовину не вымыта. Вот. Только вниз. Ну, вот это освободился. Да. А вверху еще каша забит. Чего ты, толстяк, буянишь? Поворачивайся и плыви туда. Я понимаю, что там целая куча твоих собратьев. И там тесноват. Но ты... Ну, все, друзья, я собрался. Осталось достать рыбу. У меня, правда, нет штатива. А я сейчас попробую на вот этот вот ящик поставить. Поставить и показать, что сегодня я поймал. Ну, в общем, рыба есть. Кулок неплохой. Толстяки. Сейчас я малышей отпущу. Потому что таранка мне не нужна. Таранки у меня целая куча. Я прошлогоднюю раздал. С джентльменом синеватым, который у магазина постоянно ошивается. У них счастье было. Так. Сейчас нас ведро. Сейчас отпустим. Чтоб я по одному не ходил. Гостера хорошие. Упс. Куда ты? Сейчас пойдем. Тихо, тихо, тихо. Ребята, где? Завтра возвращается жена с недельной командировки. Ну, я ей обрадую копченой рыбой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот. Шесть штучек. Вы когда-нибудь видели такую густеру громадную? Во, густера. Просто громадная. Ох, и жирная она. Так, ну все, друзья. Стойте пока здесь. А я ваших меньших отпущу. У них после садка вестибулярный аппарат нарушается. И они на берег плывут. О, ну тут есть килограмм, наверное, шесть-семь точно. Ну, в общем, удачно сегодня рыбалка. Так, 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 так. Толстячок. Успокойся. Едем домой. Едем домой. Продолжение следует...